Что такое акции, как и зачем в них инвестируют, какие здесь есть возможности и вообще зачем это нужно. В этом видео мы разберем с вами довольно подробно, что это и как это работает для новичков. Я не буду здесь углубляться в какие-то глубокие и сложные теории. Здесь хочу простым, понятным языком объяснить вам, что это за инструмент, как он работает и какие есть возможности. Итак, давайте пойдем последовательно. Первый момент, который надо понимать, что это вообще такое. Акция это ценная бумага, дающая своему владельцу право на участие в управлении компанией и получение части ее прибыли. То есть по сути идея акции это то, что ты покупаешь долю в компании. Долю как в собственности компании, так и в праве на получение части прибыли от этой компании. Зачем компании выпускают акции? Здесь есть несколько моментов. Первый момент. В отличие от облигаций, которые являются займами, которые компания обязана возвращать по фиксированным правилам, акции дают деньги. То есть компания продала например 30% своих акций, она может не возвращать эти деньги. Ну то есть у нее нет обязательств вернуть это обратно. А у нее есть обязательства только делиться частью прибыли, если она распределяется. И соответственно доля в самой компании, которая дает тоже определенные права. Мы это обсудим с вами. То есть это первый момент, зачем компания выпускает акции. Это деньги на развитие. Ну не обязательно на развитие. Это может быть и второй пункт. Это может быть прибыль основателем компании. То есть кто-то основал компанию, затем решает получить наконец деньги за то, что он это сделал. И он продает часть акций компании, то что мы видим на примере, например, многих компаний типа Фейсбука, какой-нибудь Тинькофф, тот же пример. То есть много таких примеров есть. При этом есть такое понятие как дивиденды. То есть многие люди покупают акции ради дивидендов. То есть дивиденды это часть прибыли, которую получила компания, которая по итогам года распределяет ее между своими акционерами. То есть между владельцами акций. Соответственно многие люди надеются именно на то, что они будут получать дивиденды. Хотя не все. Тут есть две альтернативы, как можно зарабатывать на акциях. Мы с вами чуть позже это обсудим. Какие бывают акции? Акции бывают двух основных типов. Акции обыкновенные и акции привилегированные. В чем их отличие? Обыкновенные акции это не более 75% от общего объема. Не менее, прошу прощения, 75%. И что они дают? Какие права дают акции обыкновенные? Это возможность участвовать в голосованиях по ключевым вопросам компании. Ну, как правило, для мелких инвесторов это не имеет никакого значения. Поскольку их доля в общем объеме голосов составляет, например, одну миллионную. И ничего твой голос не решит. Тем не менее, для крупных инвесторов это может быть важно. Это право получать дивиденды с прибыли компании. Вот это уже существенно. Право претендовать на имущество компании при ликвидации, при банкротстве, например. Право выкупать акции при новых размещениях в первую очередь. То есть первоочередное право. И наращивать вложенный капитал за счет дивидендов изменения стоимости. Ну, это возможность для инвестора. То есть зарабатывая на акциях, ты можешь дивиденды обратно вкладывать и инвестировать. Дивиденды по акциям обыкновенным минус уже в свою очередь. Что дивиденды по акциям обыкновенным не гарантированы. И по обыкновенным акциям дивиденды выплачиваются из части прибыли, оставшейся после выплаты по привилегированным акциям. И еще один важный минус акций обыкновенных. Это то, что при банкротстве общества владельцы акций обыкновенных получают что-то в самую последнюю очередь. То есть, как правило, они получают уже ничего. Поскольку первым делом получат свои налоговые органы, затем кредиторы, затем держатели облигаций акций привилегированных и только в конце акций обыкновенных. Какие минусы у акций обыкновенных? Это то, что номинальное участие в голосовании, поскольку мы говорили, что этот голос ничего не решает. Дивиденды выплачиваются только при получении прибыли. То есть, нет прибыли, нет дивидендов. В отличие от облигаций, облигация это долг. Можете посмотреть и видео, посвященное облигациям, где мы детально разбирали этот инструмент. Акция это долг, который компания обязана заплатить во что бы то ни стало. Если она не может заплатить по долгу, она, ну, против нее может быть возбуждена процедура, запущена процедура банкротства. При ликвидации обладатели акций обыкновенных являются кредиторами последней очереди. То есть, им меньше всего достается, а часто и вообще ничего может не достаться. Акционер не вправе требовать возврата вложенных средств. То есть, вы купили акцию, вам никто не обязан вернуть ее стоимость обратно. Опять же, в отличие от облигаций, где это долг, который вам четко обязаны вернуть. Теперь акции привилегированные. У них есть ряд отличий. То есть, акции привилегированные это не более 25% от общего объема. И, по сути, акции привилегированные, они, главное отличие, они не дают право голосования. То есть, они не дают право управлять компанией. Но они имеют большие выгоды с точки зрения дивидендов. Вот это ключевое отличие. То есть, у них нет права голоса, отсутствие преимущественных прав на там последующий выкуп. Но есть фиксированный размер дивидендов. То есть, как правило, он минимальный размер, который обязаны заплатить. Это не является, опять же, какими-то гарантиями. И не говорит о том, что привилегированные акции всегда лучше. Но давайте разберем на примере Сбербанка за последние... Ну, не за последние. Здесь вот пример такой. За 5 лет. С 2012 по 2016. Просто вот который пример, чтобы не собирать с нуля, который я нашел оперативно, чтобы вам показать. Смотрите, какая была разница по акциям обыкновенным, какие начислялись дивиденды. И по акциям привилегированным, какие начислялись дивиденды. И при том, что изначальная стоимость обычных акций была на 25% выше привилегированных. То получается, что чистая прибыль без реинвестирования дивидендов составила на обыкновенные акции 113%. На привилегированные акции 144% доходность. Ну, здесь совокупная доходность вместе с приростом стоимости. То есть, привилегированные акции дают чуть большую, давали чуть большую доходность. Это не гарантия того, что это будет всегда. Но, тем не менее, то есть, привилегированные акции с точки зрения денежного потока могут быть часто более выгодны. Теперь давайте разберемся, как можно заработать на акциях. Есть два основных подхода. Первый подход – это получать дивиденды. Вот то, что мы обсудили. То есть, получать себе пассивный доход регулярно. Каждый год, как правило, раз в году идет, назначается. То есть, вот прошел год, допустим, 2020 год завершился. И где-то в районе апреля, примерно апрель, май. Ну, у разных компаний по-разному, но в основном вот в этом промежутке весной идет собрание, совет директоров утверждает дивиденды по акциям за прошлый год. То есть, дивиденды по акциям получает тот, кто владеет акцией на дату отсечки реестра, на дату закрытия реестра. Поэтому, если вы хотите получать дивиденды, то надо просто узнавать, когда дата закрытия реестра акционеров и иметь акцию на этот момент. Второй способ заработка – это доход от прироста стоимости. И большинство инвесторов все-таки реально рассчитывают на вот это. То есть, дивиденды в среднем сегодня по российским акциям, вот за последние годы, средняя дивидендная доходность что-то типа 6-7% в год. Средняя доходность. Это, в принципе, весьма неплохо. Но большинство инвесторов, они все-таки реально смотрят на прирост стоимости часто акций. И здесь что надо понимать? Что с дивидендами нет прибыли, нет дивидендов, во-первых, источник выплаты – чистая прибыль компании после налогообложения. С ростом стоимости здесь как бы это напрямую не зависит от прибыли компании. Хотя курсовая стоимость, естественно, она обычно зависит от прибыли. Но здесь акции могут вырасти в цене и просто на слухах, и на ожиданиях от компании, и на том, что, например, подорожала цена на нефть, выросла стоимость акций сериевых компаний нефтяных, например. И, казалось бы, с акциями, ну вот здесь пример «Газпром» компания. Чего там думать-то? Вот здесь я куплю, вот на нижней точке, нижняя стрелочка, а на верхней продам и заработаю себе великолепно и отлично. Это все очень хорошо и легко, если смотреть назад. То есть смотря в зеркало заднего вида, мы все умные и очень легко сказать «Да я бы здесь купил, а здесь бы продал и заработал бы отличные деньги на этих акциях». Но конкретно в текущий момент никто не может предсказать уверенно, что будет завтра с акциями, пойдут они вверх или вниз. По крайней мере в рамках короткого колебания периода. И, ну допустим, в ближайшую неделю, месяц, даже год, что будет с акциями. Они зависят от огромного количества факторов. От работы самой компании, от ситуации в стране, от ситуации в мире, как, например, там пандемия включилась и все, и сразу все меняется. От состояний финансового рынка в Америке, потому что большинство инвесторов – это крупные фонды американские, которые вкладывают деньги по всему миру. И при этом что надо понимать? Что акция – это игра в долгую. Вот здесь вот индекс ММВБ. Мы сделаем, я сделаю отдельный ролик, посвященный индексам. То есть это индекс, который показывает среднее состояние фондового рынка. Он собирает в себе порядка 40 основных крупнейших российских акций и показывает средне взвешенную цену. Так вот, если мы посмотрим за 20 лет, то он растет. Да, есть периоды спада, там 2008 год, 2014 год, в 2020 году спад. Но в среднем это, то есть в целом это идет рост. И в акции, если вы инвестируете в акции, то надо рассчитывать, что это игра в долгую. Что вы будете вкладывать и держать акции в течение многих лет. Не надо рассчитывать здесь на то, что вы как-то лихо заработаете вот сиюминутно. Да, есть трейдинг. То есть когда как раз мы пытаемся поймать, там подешевле купить, подороже продать. Но здесь я вас предостерегу. Примерно 95% людей, которые занимаются трейдингом, теряют деньги. Есть кто зарабатывает? Есть. Но это очень плотная работа, это долгое обучение, это отнюдь нелегко. Повторюсь, такие люди есть. Но не рассчитывайте, что вы новичок, придя на этот рынок, где работают такие жесткие профессионалы с многолетним опытом, вы их переиграете. В то же время, играя в долгую, ну вот пример, допустим, акции Татнефти, которые за 10 лет, с 2009 по 2019 год, выросли с примерно порядка 50 рублей до акции привилегированной, до там где-то 600 с лишним рублей. Средний годовой рост составил 34%. Это, естественно, рекордсмен, но давайте посмотрим другие примеры. С 2014 за 5 лет рост стоимости акций Сбербанка 370%, Газпром 97%, МТС 89%, Алроса 34%. То есть рост весьма и весьма существенный. Надо, естественно, тут делать поправку, что это в рублях. То есть это рублевая доходность. Но тем не менее, то есть акции на длинном горизонте, как правило, можно заработать хорошо на приросте стоимости. И здесь обратите внимание, это без учета дивидендов. Сейчас я подвину картинку, вам, наверное, не очень видно. Вот здесь вот. Это без учета дивидендов. То есть если еще добавить к этому дивиденды, примерно 6-7% в год умножить на 5, это еще плюс 30% к этому примерно. То есть акции, повторюсь, это про игру в долгую. Это не про то, как сейчас вложить, чтобы через полгода деньги извлечь. Это всегда очень опасно, потому что на коротком промежутке времени велик шанс, что вы купите. А через полгода, например, случится кризис, либо проблемы в компании и цены упадут. Что будет с акциями, если компания банкротится? То, как правило, банкротство происходит не моментально. Скорее всего, если в компании начнутся проблемы, акции будут дешевить, но они не обнулятся. По крайней мере, вряд ли это произойдет мгновенно. То есть вы потеряете не все деньги, а какую-то их часть. И если вы покупаете акции крупных компаний, то, как правило, это не происходит за один день. И, конечно же, здесь ключевой принцип – это диверсификация. Что не стоит держать все яйца в одной корзине. Все ставит на одну акцию. Как правило, в вашем портфеле будут десятки акций. Если вы не сможете это купить самостоятельно, то это можно сделать через индексные фонды. Посмотрите, например, материалы моего инвестиционного эксперимента. Давайте я под видео сброшу ссылочку вам. И в инвестиционном эксперименте я показываю, как я инвестирую через индексные фонды. Когда ты, например, покупая одну акцию индексного фонда, ты покупаешь сразу несколько акций нескольких сотен американских компаний. Либо нескольких десятков российских компаний. Главный риск с акциями – это, конечно, риск падения стоимости. Что акции упадут в цене. И это возможно. И они могут падать очень серьезно в цене. И это главное их отличие от долговых инструментов облигаций. В облигациях ты знаешь, что есть дата погашения облигаций, когда тебе вернут ее стоимость. В акциях ты можешь не вернуть свою стоимость. Итого, резюмируя, ключевые моменты по акциям для инвесторов. Это очень высокий риск в короткую. И потенциально высокий доход при игре в долгую. Нельзя ставить на акции все. То есть акции – это лишь один из инструментов и высокорискованный инструмент в вашем портфеле. При этом это доступный инструмент. Акции большинства компаний можно купить за сумму в пределах нескольких тысяч рублей. Некоторые акции даже можно купить 700-800 рублей. И это снижение рисков через диверсификацию. Через то, что вы владеете, покупаете не одну акцию, а много акций. Либо индексные фонды. И, естественно, не только акции, а и другие инструменты должны быть у вас в портфеле. Будь то облигации, недвижимость, что-то еще. И дивиденды, которые могут давать вам пассивный денежный поток. Примерно в размере что-то типа 6-7% в год. По российским акциям средняя цифра, средняя температура по больнице. Это может быть больше, это может быть меньше. Это зависит от текущей стоимости, насколько выгодно купили. Тем не менее, то есть в целом акции это очень интересный инструмент для большинства инвесторов. Относительно простой. Приобретаются акции на бирже через брокера. Но об этом я также сделаю отдельный урок. Напишите, пожалуйста, вопрос к вам уже. Есть ли у вас опыт инвестирования в акции? Какой? Куда вы инвестировали? Насколько удачно это получилось? Жду ваших комментариев и почитайте обязательно тоже комментарии других людей. Удачи!